Всем доброго, с вами Тария, и добро пожаловать в новое видео, и давайте сегодня поговорим о секрете Лисы, как она очень быстро выучила корейский язык. Кстати говоря, да, этот самосовет очень хорошо работает, и работает он для абсолютно любого языка. Так что давайте со всем этим разбираться, ну и тем более, да, Лиса у нас знает, ну практически вместе с теми языками, которые она учит сейчас, 5 языков, что очень и очень круто, так что определенно есть чему у нее поучиться. Ну и свое мнение обо всем этом пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это в своем судить. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки, ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик, где в первую очередь публикуются все самые главные новости. Ну а мы начинаем! И что же касается этого совета, то Лиса его дала во время своего интервью, по-моему, для какого-то журнала или для какой-то передачи, где зашла речь о том, как же так. Она была единственной иностранкой, которая попала в компанию YG, точнее она была первой иностранкой, которая попала в компанию YG и смогла, собственно, дебютировать там. А значит, что ей пришлось учить корейский язык, потому что она все-таки тайка. И что же это за секретик? Что же это за такая великая тайна? Кстати говоря, да? Я такой штукой тоже пользовалась, это действительно работает. И это погружение. Вы можете сколько угодно мучить учебники, пытаться как-то разобраться в них. Можно сколько угодно пытаться понять, что же там такое написано, как же работают все эти правила. Но с большой вероятностью вы очень долго не сможете говорить на этом языке. Потому что если вы хотите развить навыки разговора, то вам обязательно находиться в среде языковой. И это не всегда значит, что вам нужно обязательно, чтобы выучить корейский язык, приехать в Корею и вот сидеть и просто слушать, как вокруг вас все говорят на непонятном языке. Нет, окружить себя этим самым языком вы можете и дома. Например, если вы будете брать какие-то уроки, где с вами преподаватель не будет говорить, например, на русском языке. Он будет говорить только на том, который вы учите. И вам нехотя придется научиться его понимать. Смотреть фильмы безо всяких субтитров, безо всего. И просто пытаться вдумываться в речь. Обращать внимание на мимику, обращать внимание на жесты, на все вот эти вот сопутствующие вещи и пытаться понять, о чем же они говорят. Потому что, чтобы вы понимали, у Лисы была вот такая вот ситуация. Когда она оказалась ой-джи, то она могла говорить на английском. И ей казалось, что типа это будет окей. Но вот с чем она столкнулась. Один из преподавателей сказал, что нет, несмотря на то, что ты иностранка, несмотря на то, что ты только приехала, я буду разговаривать с тобой только на корейском. Даже если ты этого не понимаешь. И тебе придется научиться меня понимать. И в общем первым ее таким опытом было, когда она находилась наедине с этим самым преподавателем. И та разговаривала с ней исключительно на корейском. Не было ни единого слова на английском. И она вот такая вот, которая не знает ничего, кроме «здравствуйте», сидит и пытается понять на протяжении часа корейскую речь от преподавателя. И именно в тот момент у нее что-то щелкнуло, что да, пора этим заниматься. И потом оказалась вот такая вот самая история, которую она, по-моему, множество раз уже рассказывала, что в компании ей, в принципе, запретили использовать английский язык. С другими мемберами ей запретили использовать английский язык. И поэтому они выбирались из общежития, они выбирались куда-то в город, гуляли по Сеулу. И таким образом она учила корейский язык. Она учила живой язык, а не книжный. Она не зазубривала какие-то правила бесконечные. Она просто училась понимать, говорить и мыслить на этом языке. И сейчас вы можете посмотреть, что у нее довольно неплохой скилл в этом направлении. И на данный момент она также учит японский и мандаринский диалект китайского языка. И если так посмотреть, то фактически она знает тайский, английский, корейский. И вот у нее в процессе японский с китайским, что весьма и весьма неплохо. И значит, у этого человека есть чему поучиться. С этого человека можно вполне взять пример. Как же можно окружить себя языком, если вы находитесь вне среды языковой. А так, что вы, например, находитесь, ну, допустим, в своей комнате. Вы вполне можете наклеить на предметы какие-то бумажечки с надписями на изучаемом языке, вроде того, что это за предметы. Писать какие-то фразы, которые вы хотите запомнить. А, конечно же, слушать подкасты, слушать музыку на этом языке, смотреть фильмы на этом языке без субтитров, пытаясь понять, что же там происходит. Пытаться читать книжки. В общем-то, полностью погружаться во все это. И, конечно же, установить приложение для языкового обмена, чтобы пообщаться с другими людьми. Если он хочет попрактиковаться в языке, который знаете вы, а вы хотите попрактиковаться в языке, который знает он, то вы можете просто назначать время, что вот сегодня вы говорите, например, на корейском языке для вашей практики, а завтра вы говорите на, допустим, русском языке для его практики. И вот так вот продолжать далее. И это действительно довольно неплохой способ подтянуть свои скиллы. Опять же, если вы хотите научиться именно говорить, потому что во время разговора используется множество сленга, множество каких-то выражений, которые не используются на письме. И стоит это понимать, что разговорная речь и письменная речь – это разные вещи. И таким образом сразу расставлять себе приоритеты. Хотите вы просто разговаривать, иметь друзей, которые будут с вами на этом языке говорить, либо же вы хотите академические какие-то успехи иметь, связанные с этим языком. Либо же вы захотите иметь какие-то академические успехи, то есть, например, учиться в университете на этом языке, то тут вот уже придется предлагать куда больше усилий, потому что как раз-таки придется учить все эти правила, учить, чем отличается устная речь от письменной речи и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, в общем-то, при желании возможно все. И можно довольно свободно говорить уже через несколько месяцев. Опять же, если постараться. И через год можно иметь довольно-таки свободное говорение. Опять же, если постараться. Стоит понимать, что это возможно, это не является чем-то нереальным. Это зависит лишь от того, сколько времени вы будете этому посвящать. Потому что по факту, если посмотреть, то Лиса, когда учила корейский язык, она практически все свое время посвящала ему, потому что с ней все говорили на корейском, даже когда она его не понимала. А если же вы там думаете, что достаточно 10 минут позаниматься в приложении, и вот вы там через пару месяцев достигнете таких же успехов, то нет, это так не работает. Потому что, как говорят, чтобы достичь совершенства в какой-то деятельности, нужно потратить на эту самую деятельность около 10 тысяч часов. Как только вы потратите 10 тысяч часов на это занятие, то совершенство будет достигнуто. Вы прекрасны. Но, опять же, 10 тысяч часов – это очень и очень и очень много времени. Ну, а какие языки изучаете вы и какими методиками для этого вы пользуетесь, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Почитайте себя там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok